Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли заслуженный деятель искусств, композитор, кинопродюсер Андрей Сигли. Андрей, приветствую вас! Здравствуйте! И поздравляю вас с тем, что фильм «Фауст» получил 4 ники, 4 премии Российской Академии Кинематографических Искусств. Причем премии самые престижные, это лучший фильм, лучший игровой фильм. Соответственно, это и ваше, можно сказать, напополам разделенное с Александром Николаевичем Сокуровым. Он режиссер и продюсер этого фильма. А когда впервые в разговоре с Александром Николаевичем Сокуровым у вас возникло, прозвучало это имя? Иоганн Фауст? Это было почти 4 года назад уже. Собственно говоря, я всегда готов, как только Александр Николаевич скажет, я тут же вещь-мешок за спину и в дорогу. Так что для меня это было абсолютно... Фауст так Фауст. Божественная комедия так божественная комедия. Что скажете, то и будем делать. Ну, безусловно, драйвером был Сокуров. И здесь действительно просто взяли под козырек, сказали, да, сейчас перечитаю. Или даже перечитывать не буду. Собственно, не мое... По дороге. По дороге в метро и перечитал. Хорошо. Но как рождалась концепция? Как вышли в очередной раз на Юрия Арабова? Понятно, что все предыдущие фильмы кинотатрологии делали с этим замечательным писателем, выдумщиком. Вот как вся эта история в итоге была раскручена? Ну, тандем с Юрием Николаевичем достаточно давний уже Александр Николаевич, поэтому, на мой взгляд, это было вполне естественно, что Юрий Арабов писал сценарий. Но я хочу сказать, что также Александр Николаевич приложил очень много усилий для написания. И еще у нас есть замечательная Марина Коренева, которая тоже принимала участие в написании сценария. Она корректировала, переводила на немецкий язык. Она значительную часть сценария делала вместе с Александром Николаевичем. Ну, здесь сомнений не было, что фильм будет на немецком языке. Просто я впоследствии слышал уже, когда съемки шли, что Сокуров говорил, вот потребности нет у российского зрителя или у прокатчиков серич, да? Поэтому мы делаем на немецком языке. Так что сначала? Курица и яйцо? Ну, сначала тетралогия, в которой каждый фильм снимался на оригинальном языке, да? Молох тоже был на немецком языке. Солнце частично на японском и на английском. И, естественно, Фауст на немецком языке. Дело в том, что немецкий язык здесь – это не какой-то просто прием. Это часть звучания, что ли. Немецкий язык здесь, можно сказать, один из героев этой картины. Самый сложный эпизод съемок? Самый сложный – это всегда первый съемочный день. Я помню абсолютно истерику, потому что уходило солнце. И было очень тяжело. Мы организационно не успевали. Там надо было снять два эпизода. Очень смешной был эпизод с Антоном Адасинским, который не вошел в картину в силу того, что наряженный в специальный костюм, а мы делали специальное тело для него. Это был такой специальный пластический грим. Он должен был прыгнуть за нашими героями в воду. Он прыгнул и вошел только наполовину, как мячик плавал на воде. Это было ужасно смешно, но как-то разрядило обстановку. Потому что очень нервозный был день. Но, тем не менее, справились. И в дальнейшем я уже был абсолютно уверен, что картина будет снята в срок. У нас ни один съемочный день не пропал. У нас были же очень сложные съемки. Были три замка, в которых мы строили декорации. То есть наша Лена Жукова совершила просто чудеса. В Чехии? В Чехии одновременно в трех замках она строила декорации. Снимали мы в трех странах. Это была Россия, Чехия. Госпожа Жукова, я скажу, это художник-постановщик. Художник-постановщик. Это была Чехия, Исландия и Россия. То есть мы поснимали в трех странах. И, тем не менее, мы уложили срок. Александр Николаевич просто показывает чудеса организации. Он удивительный режиссер, который всегда укладывается и в графике производства, и в сметы, которые отведены. Ну вот, что касается сметы. Вот вдруг произойдет чудо, и смета будет обеспечена следующего проекта, любого. Опять же, на выбор Александра Николаевича и ваш. Возможно, ситуация, при которой и вторая часть драмы, великой драмы Гёте, будет каким-то образом перенесена на экран. Вот эта история с гомункулом, с этим маленьким человечком, в колбе, за которым скрывается бес. Или эта история для вас закончена, конец фильма, следующие проекты с совершенно другими персонажами? Дело в том, что Фауст, это же Фауст Александра Николаевича Сокурова. Это Фауст Сокурова. Это картина не экранизации Гёте. Конечно. Это картина, четвертая часть тетралогии о взаимоотношении власти и человека. И в конечном итоге о власти человека над собой, над своими эмоциями, над своими страстями. На мой взгляд, тема закрыта. И экранизация второй части, это может быть только как отдельный фильм с большим количеством декораций, компьютерной графики. Потому что экранизировать это крайне тяжело. Надо в первую очередь понять, зачем, а потом уже приступать, если это делать. Но я думаю, что этого не произойдет. Чуть-чуть еще раздвинем кулисы съемочного периода. Это было в прошлом. Антон Адасинский, разделивший с Максимом Сухановым Нику за лучшую мужскую роль, понравился, я так понимаю, членом киноакадемии российской. Но есть один маленький фокус, и я просто слышал это из уст Сокурова, что когда он брал его на роль этого ростовщика, читая Мефистофеля и так далее, он подозревал, что работая в Дрездене с театром «Дерево», он хорошо знает немецкий язык. Однако реальность оказалась печальнее. Антон плохо говорит по-немецки. Вот как вы выкручивались из этой ситуации? Антон, безусловно, одаренный человек, он большой талант, он умница, и уверен, что в первую очередь его удивительная пластика, артистизм, вывели его на эту роль в картине. Немецкий язык, да, действительно, необходимо было говорить по-немецки, и действительно, он никогда не знал, он учил, честно учил, Марина Коренева с ним занималась. Он перед съемками ходил, зубрил, когда выходил в кадр, вылетало все из головы, он нес такое от себя, тебе надо было видеть глаза Иоганна Цайлера, который не понимал, что ему говорят. Фауста. Да, Фауста, да, 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 потому что это же был все-таки ансамбль. Но, да, и к тому же немец, своей педантичностью, он всегда знал на зубок роль, и когда слышал абсолютную тарабарщину в ответ, вот, это было тяжело для него. Но, тем не менее, он высказывал свое возмущение, но, тем не менее, потом мы все переозвучили и сделали так, как должно быть. Еще раз повторю, только благодаря своему пластическому таланту, актерскому таланту, а не знанию немецкого языка, он все-таки вошел в эту картину и, уверенно, заслуженно получил приз. Как вам удалось не поссориться с Александром Николаевичем Сокуровым в тот момент, когда он прослушивал впервые написанную вами музыку для кинофильма «Фауст»? Мы никогда с Александром Николаевичем не ссоримся, особенно по поводу музыки. Он дает всегда большую свободу творческую. Есть непременно некие ориентиры. В данном случае это были ориентиры немецкая классическая музыка, немецкая народная музыка. Мне это все близко, я наполовину немец, поэтому я, в общем, даже в крови у меня все это. Кроме того, в консерватории я изучал эту музыку и очень хорошо ее знаю, и люблю, поэтому для меня эти ориентиры были очень привычные. Переслушал большое количество народной музыки. Мне было все понятно, и я не встречал никакого сопротивления от Александра Николаевича. Это была большая работа, большая работа в том числе и с симфоническим оркестром Юрия Тимирканова. Замечательные музыканты, они очень тонко и точно выразили мои скромные замыслы. Скажу, что писали мы в Большом зале филармонии, в совершенно замечательном легендарном зале. Так что это было настоящее пиршество для меня, вот такая возможность услышать музыку в исполнении замечательного оркестра. Каждая музыка и каждый композитор отражает то время в своей музыке, в котором он живет, а действие фильма, в отличие от действия романа, перенесено на 100 лет позже, в XIX век. Немецкая музыка XIX века – это романтизм, а XVIII век – это классика, классика, Бетховен и так далее. Так вот, как вы здесь выкручивались в ситуации? Больше кого было – Шуберта или Бетховена? Больше было меня. Я говорю про ориентиры. Да, действительно, мы перенесли картину на 100 лет. Как раз в те самые времена, когда я и жил Гёте. И музыкально это, безусловно, некая стилизация. Именно форма, классическая форма, стилизация под классическую музыку Германии XIX века. Всё-таки XIX века. Очень интересная работа. Я безумно рад, что мне удалось прикоснуться к такому пласту музыкальному. И очень рад, что Александр Николаевич включил большое количество музыки. Было написано больше часа, час десять, час двадцать музыки в картине. И он использовал её достаточно щедро. Хочу сказать, что Сакуров всегда музыку в картине использует в крайнем случае. У него очень избирательный подход к музыкальному материалу. Поэтому, когда Александр Николаевич ставит музыку в картине, это вот именно то место и ровно столько, сколько нужно для кино. Ну, во всех предыдущих работах, да, я писал музыку к Тельцу, к Солнцу. Это было точно так же. То есть, стилистически это всё выдержано. Андрей, понятно, что вы, как продюсер, были абсолютно в курсе того, что происходило на съёмочной площадке, вне её и так далее. Ну, держали руку на пульсе. Но вот с момента, когда вы прочитали готовый сценарий, и когда вы увидели, точнее, услышали первые аплодисменты на премьере, вот впечатление ваше, то, что было передмысленным образом в начале работы, и то, что было в самом финале, вот насколько они были различны, эти две картинки? Сценарий изначально претерпел, конечно, очень серьёзные изменения. Это всегда так бывает. И в фильмах Александра Николаевича бывает тоже достаточно часто. Три года прошло, и мы изменились, и время ушло, и были некие обстоятельства съёмок, которые тоже во многом внесли коррективу и в содержание. После этого был монтаж. Монтировал у нас немецкий монтажёр это всё. Александр Николаевич в первый раз выпустил монтаж из своих рук и отдал независимому монтажёру, безусловно, под его присмотром, но это был очень интересный эксперимент, и для него тоже. Поэтому я хочу сказать, что мы многому научились на этой картине. Многому научили наших партнёров, с которыми мы работали. У нас была интернациональная громадная группа, и чехи были, и французский оператор Бруно Долбанелло, на нём, надо сказать, особо. Это настоящая звезда. Он же доминировался на «Оскара», по-моему. Да-да-да, это настоящая звезда. Он входит в пятёрку лучших операторов Голливуда, бросил всё и приехал снимать картину «Фауст». И ему очень хотелось работать с Александром Николаевичем Сокоровым, ему очень хотелось поработать с русской группой. И всё-таки, вот совсем коротко, впечатления. Они были, вот для вас, готовый фильм, это была полная неожиданность с точки зрения картинки? Ведь у каждого человека есть своё представление о том, как может быть, ну, а «Фауст» перенесён, не «Фауст», там, «Война и мир», как угодно. Вот насколько для вас это было неожиданно, то, что вы увидели в окончательно смонтированном варианте? Для меня ничего неожиданного не было. Это было кино Александра Николаевича Сокурова. Для меня абсолютно ожидаемое. Я понимаю, что каждое новое кино – это новая ступень. И тем не менее, Александр Николаевич никогда не изменяет себе. Он остаётся сам собой. И ещё раз повторю, это кино, это «Фауст» не «Идиот», это «Фауст» Сокурова. Ваши новые проекты. Я слышал о каком-то мультипликационном проекте с оптимистичным названием «Чёрный Питер». Это в мечтах или это уже какие-то есть конкретные реализованные шаги? Мы работаем над сценарием, но мы параллельно ещё закончили две картины. Одну из них – фильм «Роль», где Максим Суханов сыграл главную роль Константина Лопушанского. Это о трагических 20-х, 30-х годах. 20-х годах. Совершенно удивительный сценарий написан Павлом Фином и Константином Лопушанским. И закончили фильм с Ириной Евтеевой, мультипликационный, называется «Арментов». Замечательный режиссёр, замечательный. Для нас это такое достаточно естественное состояние – снимать кино. Оно, безусловно, это большая привилегия, это большой подарок судьбы, что мы можем постоянно снимать. Но, тем не менее, я себе по-другому не представляю жизнь без кино. Я не знаю, чем же я буду заниматься, если не снимать кино и не писать к нему музыку. Ну, может быть, и не стоит об этом задумываться. По крайней мере, сейчас. Спасибо вам большое. Спасибо ещё раз. Поздравляю вас с наградами фильма «Фауст». Спасибо. Андрей Сигли, композитор и продюсер, сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Спасибо, низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова